Запись пошла. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер слушателя Школы Дравого Смысла. Добрый вечер, Руслан Александрович. Хотя, по-моему, еще день, по-моему. Смотря где нас и в какое время будут смотреть. Здрасте всем. Доброго всего. Мы сейчас комментируем очень важное событие для всего человечества. Правда, мы еще не знаем, чем оно закончилось. Но объявлено о официальном первом выживлении чипа в голову. Да, это очень полезная история для людей больных, которые не могут двигаться, которым нужно, так сказать, апгрейтить, усовершенствовать свой мозг, чтобы иметь возможность существовать как обычные люди. Но все же. И просим прокомментировать Руфлана Александровича, всем известного человека по цифровым технологиям. Чем же нам это грозит теперь? Ну, как всегда, человек любит себя пугать больше, чем есть на самом деле. Поэтому, естественно, у всех истерика была, когда только эта новость прошла по поводу того, что все нас, кроме цифрового рабства, еще и загоняет в обязательное биоработирование. Ну, во-первых, давайте вспомним, в каком году Юрий Алексеевич полетел в космос. Не так долго осталось до празднования даты его перемещения в околоземное пространство. А сразу после этого попробуем задаться вопросом, зайти в гугл и посмотреть, а сколько же космонавтов с момента того, когда он слетал до сегодняшнего дня, там, живет, действует и так далее и тому подобное. Это такая же история. Человечество входит в непонятные новые экзистенциалии, которые абсолютно по-другому поставят восприятие мира и мироустройства, вполне возможно, и так далее. То первое вживление, оно действительно необходимость медицинская была, эксперимент именно был на уровне выживаемости человека, там, ну и так далее и тому подобное. И здесь вопрос заключается именно в том, что что в помощь, что не в помощь, как модуль, искусственный интеллект ли или нейросети ли через подобного рода чипы будут в принципе в жизнеустройство человека вмешиваться и так далее. Вопросы этики всегда идут следом за вопросами технического характера, как только человечество научается что-либо делать в виде техническом или там цифровом в нашем случае, сразу же возникают вопросы этики. А этично ли, а нужно ли и так далее. При этом никто же не кричит и не там размахивает флагами о том, что на сегодняшний день две трети Скандинавии уже вживили себе чипы диалогового устройства ID там со всеми-всеми делами. Это другая история, это практически ID-карточку вместе со всеми своими пластиковыми карточками в виде чипов внедрить там, ну в руку, допустим, да, для того, чтобы не брать с собой карты, не брать с собой паспорта и так далее и тому подобное. В связи с этим, ну как бы считается, что это упрощает жизнь человека. Понятно, что количество хакер-атак и взломов и всего остального, вот оно там растет каждый год по экспоненте, но при всем при этом, ну как-то же эти люди существуют и все это происходит и все нормально вроде. Поэтому паники здесь точно никакой разводить нет смысла, это еще очень долго будет изучаться, в том числе последствия подобного рода внедрения и врачами, и самим человечеством вырабатывать некие этические требования, регуляторные нормы и так далее. Никто, естественно, не говорит о том, что Илон завтра, Великий Маск, там типа миллиарды людей опылением приведет в состояние чипирования. Нет, это невозможно. Так, а тогда такой вопрос, если можно, за дальнейшим. Ну просто я вся под впечатлением, у меня тут все окружение на ушах стоит, присылают мне ссылки о том, как уже эти люди подключены в Скайлинку и все. Не люди, а терминаторы и все. Судный день скоро будет, ну то есть вот паника существует точно. Судный день и не из-за этого будет. А вот по поводу судного дня. Собственно, да, мы имеем на сегодняшний день три вида искусственного интеллекта. Слабый, да, вот эти узкие боты, программы, которые нам очень сильно помогают и так далее. Сильный, да, это то, как одновременно эти устройства смогут ходить. Да, ну вообще речь идет о том, чтобы они еще передвигались как люди, чтобы достичь нашего, так сказать, состояния. Вот, и есть вот этот самый сверхразум, сверхискусственный интеллект, все эти апокалиптические истории, да, подчинение человечеству и так далее. Да, и есть закон Курцвела, да, который говорит о том, что весь прогресс 20 века темпами развития 21 века мы прошли бы за 20 лет. То есть все по экспоненте прямо сейчас развивается. Вот по вашим оценкам, дорогой Руслан Александрович, вот ты говоришь еще не скоро. А вот скоро это как быстро, по твоим оценкам? Нет, но скорость набирания новых знаний, новых возможностей, всяких новых приколов человечеству в последние годы изменилась кратно. Это правда. Я не один раз говорил и в эфирах ШЗС о том, что объем количества, вернее, скорость набора знаний изменилась не просто кратно, а там тысячекратно по сравнению с 30-летним сроком давности. Но неважно. Суть заключается именно в том, что на сегодняшний день человечество, наверное, ставится вопрос, либо мы уходим в Средневековье, сами изрочивая свой путь путем войн, неумением пользоваться природными ресурсами по воле Божией, если можно так сказать. И мы сами себя способны загнать в одночасье, в каменный век. А есть второй вариант, что мы передадим какие-то бразды правления искусственному интеллекту, и что-то изменится. Так вот, это вопрос вопросов. Дело в том, что, наверное, я сейчас так грубо довольно скажу, но при всем при этом, не надо Бога за лоха держать. Ну, правит он как-то попытки детишек каким-то образом перепрыгнуть какие-то уровни взаимоотношений Бога-человека, и так далее и тому подобное. Но, еще раз повторюсь, саморегуляция, регуляция как таковая разумная, она действительно необходима. То, что ты сказала, в разных типах нейросетевого использования, глобальный разум, система подключения к общим возможностям облаков, всех серверов в мире и так далее и тому подобное, ну, здесь только квант человечеству поможет, потому что те требования, которые мы предъявляем как раз к этому глобальному искусственному интеллекту, они в сегодняшних технических возможностях, ну, как бы, анрео, невозможно. Это раз. Ну, то есть, чтобы говорить о изменении структуры мироустройства на основе всякого рода, там нейросетевых решений невозможно. Часть вторая вопроса. То, что мы все время себе придумываем некую человекообразную игрушку и пытаемся ее там научить каким-то стандартным приколам, которые требуются для того, чтобы мы там себя полегче чувствовали в быту, ну, я бы сказал, либо в работе. Я бы сказал, что это вечное желание рабовладельческого человека, потому что мы машину пытаемся просто поставить в рабское состояние. И здесь, наверное, нужно тогда говорить и о темных фабриках, которые там работают без единого человеческого присутствия в Китае, там и вообще, в принципе, уже в мире. И так далее, и тому подобное. То есть, дело в том, что нейросетевые решения – это не история вчерашнего дня. К ним человечество пришло довольно непростым и долговременным маршрутом. Поэтому есть изученность, есть понимание, что они могут. А вот хайп на тему того, что вот когда мы видим там чат GPT и всякие игрушки типа там «Как себе нарисовать личика в стандартных 17-18 века» за счет нейросетки, он развивает «Вот, оно же все может! Вот оно вот там круче, чем художники, круче, чем литераторы, круче...» Нет. Человек был человеком, человеком и останется. Плюс мое глубочайшее удивление, в том числе и философского характера, что вот этот диалог «Бог-человек», он приведет к каким-то соностройкам, как любит говорить Александр Горонович, «вочеловечиванию» для того, чтобы человек образовывался в каких-то забегах туда, куда, может быть, и не следует. Но это не связано ни с понятием искусственный интеллект. Великий покойный Владимир Арсеньевич Рубанов всегда говорил о том, что опять же вот это русское словосочетание «искусственный интеллект», оно нарушает в нашем сознании семантическое понимание сути вопроса. То есть это никакой не интеллект. Интеллект в данной ситуации... Ну, то есть обладает искусственный интеллект на сегодняшний день возможностями эмоционального интеллекта. Нет и вряд ли будет ими обладать. Обладает искусственный интеллект творческими возможностями. Разве что ты в программе напишешь, да, как эмоциональный? В заданной программе, да, естественно. Еще раз повторюсь. И человечество бежит из-за лени собственной к чему угодно. Весь вопрос заключается в том, что еще раз повторюсь. Вот знаешь, сегодня как раз обсуждал с человеком в разговоре вопрос о том, что мы кричим, мы заливаемся изменениями экологическими, как нужно останавливать пабрики срочно, энергокомплексы там всякие угольные, а там это беда, и все зеленые правы, все мы себя убиваем. Посчитайте количество выбросов, которые производят ежедневно ЦАХАЛ по выстрелам по Палестине. Посчитайте количество выбросов во время войн всех, и в том числе и специальной военной операции, ежедневно выбрасываемых в атмосферу. И количество поднятых взвесей зачастую сложно. Какой там обедненный уран? Мы и так уничтожаем атмосферу и себя собственно, лично, и все остальное. Да какой искусственный интеллект? Мы сами себя загоним в каменный век и будем бегать с палкой-копалкой. Но у человека постоянная жажда создать себе приключения на пятую точку. Поэтому с моей точки зрения говорить об искусственном интеллекте, о развитии нейросетевых историй вне существующей логики развития событий жизни человеческой довольно сложно. Начиная вот от уровня жизни на сегодняшний день до сослагаемых уровня подключений, кабелей, возможностей, технических решений и так далее и тому подобное. Я еще в 2020 году сказал вам пандемия, нам всем пандемия покажется детством по сравнению с тем, что перерубят там, не знаю, все пять кабелей под Тихим океаном гугловых, и все закончится на этом. Потому что это явно не обойдется семью днями различного рода локаутов и локдауна. Нет. Ну, просто через семь дней начнутся гражданские и террористические войны внутри всех возможных и невозможных государств. Кроме там, наверное, Китая, России и тех государств, которые, в принципе, там не привнули к интернету по-большому. Но энергосистема встанет. Какая экология, если встанет система общая? Ну, вот сейчас же мы говорим, когда говорим о Запорожской АЭС, говорим о том, что прекращение подачи на охлаждение электроэнергии из внешних источников может привести к катастрофе Запорожской АЭС. А мы понимаем, что в случае любого закрытия шлюзов, в том числе и цифровых, на энергетике и прекращения, это все атомные станции по территории мира в одночасье, ну, не в одночасье, использовав резервные мощности, просто встанут. Соответственно, дальше начинается атомная катастрофа. И Фукусима вместе с Чернобылем нам покажутся детством. И дальше вот все так же во всем, чем угодно. Причем здесь искусственный интеллект? Это игрушки. Это игрушки. Пока мы ищем возможности искусственного интеллекта, чипирование изначально под собой тоже, ну, как бы, зиждется на благих чаяниях. Хотя благими чаяниями выслана дорога в ад, и, собственно, в свое время великий академик Сахаров, поняв, что высвободил водородную энергию, да, он высвободил новую гонку вооружений. Но, собственно, такая же история там и с Теслой, и такая же история с Мопелем. Совсем всем влагой смысл создавали какую-то историю, в конечном итоге привели человечество на край каких-то решений. Поэтому, ну, с моей точки зрения, действительно, там, наверное, этика принятия этих решений должна возобладать. И я сторонник того, чтобы были опережающие регуляторные меры государства, и как это не кричит оппозиция, что там им зажимают крылья и так далее, и там подобное чего-то не дают, и это цензура, в том числе научная цензура и так далее. Ну, вот есть свои вопросы в этом отношении. Это все равно, что как поведет себя, там, не знаю, двух-трехлетний ребенок, если ему дать в руки гранат. Тут вопрос вот именно в подобного рода историях. Как повезет. Ну, вот так. Так, да, 566 человек побывало в космосе на сегодняшний день. Из них 65 человек. Закрывая гештальт. Да, мы, кстати, на втором месте. И где тот цивилизационный прорыв в мир космоса? Да, с 61-го года. Много-много лет прошло уже. Да. Я, кстати, только что из Китая вернулась. Очень интересно, да, регуляторный, искусственный интеллект включает в свой регулятор. Их история, связанная с WeChat, да, когда на... Это просто платформа, на самом деле, очень хорошо работающая. Китайцы не беспокоятся по поводу искусственного интеллекта, а понимают, что такую араву народу никак по-другому не отрегулировать. И у них правила вшиты, да, программным образом. Один телефонный номер, один аккаунт. Если я на этот телефонный номер... Все, била второй аккаунт. Меня блокируют этот номер навсегда. И никто не может мне помочь. Мало того, у них сейчас уже введена в практику система искусственного интеллекта по легкому судебному производству. Все, что касается хозяйственных судов и всякой шняги административных, мелких правонарушений, это все перешло в введение меры СТИ. И я согласен. У нас был как-то спор с довольно продвинутыми людьми из сферы высоких технологий по поводу того, что вообще, пословутый искусственный интеллект, вот кого может по статусам, допустим, в чиновничестве заменить, да, самый высокий фактор, председатель ООН, может заменить искусственный интеллект. Решили, что да, потому что 80% результата деятельности председателя ООН это вполне себе протокольные действия. А вмешивающийся человеческий фактор не дает в данной ситуации абсолютно четко, правомощно действовать. Соответственно, дает огромное количество нарушений, которые протестовывают со странами и так далее и тому подобное. А вот президент может быть искусственным интеллектом? И общим решением приняли, что нет, потому что менее 40% прямых действий, плюс человек, который кого-то где-то избирает, хочет ощущать сопричастность к данной ситуации, и он хочет, чтобы человеками управлял человек. Вот хороший сейчас вопрос тогда. Да, и соответственно, вот здесь без вариантов. А может ли мэр или управление среднего звена, там вот уровня муниципалитетов, быть искусственным интеллектом? Больше, чем может. Потому что почти 90% протокольных действий. То есть структура взаимоотношений, плюс огромное количество трат при проблематике совещаний, сложности, опять же, вопросы коррупционности, и так далее и тому подобное. Они резко начинают смаркиваться. Так вот здесь вопрос. И это не этический, это как раз регуляторно необходимый вопрос. Допускать ли к системе управления человеческим сообществом искусственный интеллект? Вот мы готовы к этому или не готовы? Или давайте дальше голосовать и манипулировать друг другом? Все признают, что нами манипулируют во время выборов. Не в России, в Соединенных Штатах Америки в большей степени. И все же говорят, ну а что же делать? Ну манипулируют, ну что же делать? Понятно. Такой вопрос. Вот раз мы все равно возвращаемся уже с третьего вопроса, все время возвращаемся к этой теме. Вот для наших слушателей. Вы находитесь, вот сейчас речь пошла о профессиях, которые легко меняются из-за того, что они в основном протокольные. Ну про банки я вообще молчу. Да, а вы человек, вы на такой должности находитесь, которую никак вообще, может быть, не удастся сохранить, потому что если человечество примет решение, что управление человеческим обществом из-за коррупции, вернее, необходимости ее искоренять лучше, то как сейчас прямо каждый может внутри себя понимать? Вот я выполняю функцию, которая только человеческая. Вот эта человеческая функция, которая сохранится, интеллектуальная, разумная и так далее. На твой взгляд, вот человеческая составляющая, чтобы каждый наш слушатель, может быть, ежедневно мог сверяться, а я все еще человек, меня нельзя заменить ботом. На самом деле, человечество не даст себя заменить ни при каких обстоятельствах. Это раз. Второе дело в том, что вопрос социального управления, это вопрос не столько там взаимоотношения с нейросетями, либо люди-люди, сколько такой философский вопрос. Давайте возвращаться тогда, не знаю, к Макавелли, к Кампанели и так далее и тому подобное. И, собственно, ничего не поменялось с их времен. Человечество либо жаждет власти, как в Мефистофеле и Фаусте, либо каким-то образом выстраивает определенные вот эти вот коррумпированные системы кланового управления. И здесь будет это все допущено. Во-первых, человечество само сейчас не допускает искусственного интеллекта даже к пониманию этого аспекта. Потому что, ну как это, Байден примет решение, чтобы его заменил там, или кто-то там рядом стоящий с Байденом примет решение, чтобы его заменил нейробот. Ну, глупости. Не дадут они этого сделать, примут огромное количество требований, поправок, даже если все человечество проголосует, и все будет сделано по-другому. Это первая часть. Вторая часть этой истории заключается именно в том, что действительно у человечества есть огромное количество богом данных, навыков, возможностей развития, ну, как то в искусстве, в любых проявлениях творческих, да пожалуйста. как то, все, что связано с наукой, все, что связано с развитием различного рода не только технологических решений, но и в принципе жизнеустройства, ну и так далее, и так далее, и так далее. Освоение космоса, да что угодно, человечеству всегда найдется чем заняться. И вот этот крик по поводу того, что 90 с лишним процентов человечества должно сгинуть, либо просто обслуживать несчастные там несколько процентов, это крик. Это та и футуризм черной социальной линии. С моей точки зрения, ну, на все действительно воля Божья, и высшая сила захочет сметут нас в одночасье и с искусственным интеллектом, и без него. Не захочет и даст какую-то другую систему развития, будет все по-другому. Ну вот, изменилась же структура мироустройства за последние три года. Изменилась полностью. Великая процветающая Европа лежит во тьме. Ну вот, мы в боях соприкосновения находимся. Новый тренд развития, Африка. Ну, еще три года тому назад все это сложить в одном мозгу было бредом сумасшедшего, и можно сдавать было в клинику. Что философа, что человека, что политолога. Сейчас это норма, нормально, абсолютно живем в этом. И придумать себе три года тому назад, что Берлин не сможет себя освещать, потому что не хватает бюджета на электроэнергию, ну, это же бред. А сейчас это норма жизни, вот все чудесно. В этом живут немцы и радуются. Они считают это манипуляцией, их созданием. Вот здесь даже искусственный интеллект не обвинишь в этом. Нету его еще в таком варианте управления. Поэтому человек сам себя догоняет до гораздо больших фокапов и катаклизмов, чем способен его куда-то загнать неросетевой разум. Искусственный интеллект, как мы его пытаемся. Я верю в человечество, я верю в Бога. Поэтому, дай Бог, будет у нас все хорошо. На этой высокой ноте благодарю, Руслан Александрович, за не очень, конечно, как сказать, оптимистичное, но очень обнадеживающее. Спасибо вам. Комментарии. Спасибо большое. До новых встреч. До новых встреч. Будем людьми. Спасибо. Спасибо. Спасибо.